Спальные районы Анапы. Главная проблема микрорайонов 3А и 3Б, по словам общественников, это рекреационные зоны и детские площадки. Теперь появилась возможность ситуацию исправить. Зелёная аллея, которая ведёт к памятнику Тресвичи – идеальное место как для прогулок мам с колясками, так и для пожилых людей. В рамках программы формирования комфортной городской среды планируется продолжить прогулочную зону до парка имени Евскина. Здесь будут выставлены дополнительные лавочки для отдыха и высажены зелёные насаждения. Коснутся изменения и большой детской площадки, находящейся в центре микрорайона 3Б. В данной дворовой территории здесь у нас четыре девятиэтажных дома. Мы подали заявочку здесь, чтобы построили детскую многопрофильную крытую спортивную площадку всесезонную, детский городок с качелями и зона отдыха для наших граждан. Потому что данная территория у нас большая. Мы за ней, конечно, ухаживаем, и субботники проводим, и мероприятия детские проводим. Но хочется для детей что-то нового, современного. Изменения в инфраструктуре коснутся и 12 микрорайона. В 2015 году здесь была отремонтирована футбольная площадка и установлен закрытый тренажёрный комплекс. Жители довольны, но проблема в том, что места для всех на этой площадке для отдыха просто не хватает. Вот одна есть площадка игровая. Но большие залезли сюда, если начинают играть, маленьким некуда совершенно идти. Уже и мечи летят, и всё летит, и поэтому не знаешь куда. А так вот кусочек где-то что-то отделить малышней, вот самых маленьким таким. И хорошо, отлично было. И мы вышли с ними, и сидим с ними. А так и ходишь туда-сюда, и не знаешь, где или мечом получишь, или ещё что-то. В перспективе на месте этой площадки появится абсолютно новая. Старые игровые конструкции планируется демонтировать, прилегающую территорию озеленить и сделать зоной отдыха. А для самых маленьких жителей микрорайона появится свой уголок. Для самых маленьких деток, это где-то детки от годика и до четырёх лет, они должны где-то отдельно немножко играть, гулять, потому что здесь взрослые детки собираются. А в том районе где-то мини-сквер сделать для самых-самых-самых маленьких. То есть предусмотреть там, допустим, и освещение, лавочки, значит, урны, какие-то мини-аттракционы для самых мелких деток. Приём заявлений на участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды продолжится до 15 января. По всем вопросам можно обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Крымская, 150, кабинет 113 или по телефону 8-918-058-8302. Руслан Душевский, Анапа. Регион.